МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько сотен домов в Чусовом попали в зону отключения газа. В предприятии Тассер Чусовой при этом проблемы не коснулось. Пермскому краю не хватает денег на выполнение майских указов президента. Тему обсудили на профиле комитета Крайового парламента. Администрация Перми намерена актуализировать схему водоснабжения и водоотведения в краевой столице до 28-го года. Департамент ЖКХ ищет подрядчика работы. Вечерняя новость в прямом эфире НРБК. В Часовом начала работать комиссия ПЧС. На ней попытаются назвать сроки ликвидации последствий утечки газа в Часовом и возможный ущерб. Насколько известно, на все 8 отключенных котельных газ уже подан. В зону отключения изначально попали более 200 многоквартирных домов и 1400 частных котельные и промышленные предприятия. Однако, как пояснили РБК, в Часовском металлургическом заводе их авария не коснулась. Так же, как и резидентов Тассер Чусовой, завода по восстановлению труб и Фабио Рус. Газпром планирует завершить аварийно-восстановительные работы в сжатые сроки, но какие точно пока не называются. Текущую ситуацию узнаем у представителя Газпрома Межрегион Гасперием Виталия Водопьянова. Он на прямой связи со студией РБК. Виталий, еще раз приветствую. Какая ситуация на данный момент, в том числе последние данные по восстановленным объектам, в том числе, наверное, домам жителей? Штан, добрый вечер. Да, сейчас специалисты наши продолжают заниматься восстановлением газоснабжения потребителей. На текущий момент 8 котельных газ запущен, и сейчас идет пуск газа в частные дома. В частные дома в первую очередь, потому что у них отопление газовое. Сейчас более 200 частных домов газ уже запущен. Да, спасибо. Я напоминаю, на связи со студией РБК был Виталий Водопьянов, представитель Газпром Межрегион Гасперием. Переходим к другим темам. 400 миллионов рублей не хватает Пермскому краю для исполнения майских указов президента по повышению зарплаты бюджетникам. Краевые власти эти расходы планируют обеспечить за счет внутренних резервов муниципальных учреждений или за счет помощи федеральной казны, отметила глава Кривого Минфина Елена Чугарина. Сегодня в рамках комитета депутаты Краевого Заксобрания одобрили изменения в бюджет на текущий год. Для исполнения указов президента региону требуется 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 300 миллионов уже предусмотрено. Еще 700. Планируют получить за счет экономии бюджета по итогам 2017 года. Мы, конечно, всячески удерживаем наращивание текущих расходов. И если вы обратили внимание, мы на повышение указов сейчас деньги запланировали, но мы их не распределяем по конкретным бюджетополучателям. Поскольку считаем, что в первую очередь нужно внутренние резервы в отраслях все поднять, поднять поставленную задачу, оптимизировать в первую очередь неэффективную бюджетную сеть и повышать зарплату указным категориям только при необходимости. Ранее РБК сообщал, что Пермский край вошел в число четырех регионов, которые могут не выполнить майские указы президента по повышению зарплат учителям, врачам и научным работникам. Так, их заработная плата должна достигнуть 200% от средней зарплаты в регионе. Между тем, в краевых Минобрии и Минздраве нашему телеканалу уточнили, что деньги на эти расходы в бюджете все же запланированы. 11 миллионов 300 тысяч рублей готова потратить администрация Перми на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения краевой столицы. Департамент ЖКХ объявил аукцион на выбор подрядчика. Как пояснили в мэрии, схемы были утверждены 4 года назад и требуется их корректировка на период до 28 года. В течение трех месяцев с момента заключения контракта подрядчик должен разработать раздел «Горячее водоснабжение», которое на данный момент отсутствует в схеме. Кроме того, внести изменения в мероприятия по реконструкции и строительству сооружений, в том числе ввод в эксплуатацию главного разгрузочного коллектора Перми. Помимо прочего, требуется дополнить схему и планами по подключению земельных участков к системе водоснабжения и водоотведения для многодетных. Сообщается, что с 2014 по 28 года в развитии системы водоснабжения и водоотведения в Перми заложены почти 19 миллиардов рублей инвестиций. После актуализации данная сумма может быть изменена. В администрации поясняют, что эти средства требуются не только на реконструкцию и ремонт сетей. Сюда включена стоимость строительства новых и присоединение к ним, ремонт и реконструкция насосных станций, продолжение строительства главного разгрузочного коллектора и так далее. В компании «Новогор-Прикаме» в свою очередь сообщили, что износ инфраструктуры, водоснабжение и водоотведение в Перми по состоянию на 1 января этого года составляет более 75%. Ежегодно требуется перекладывать не менее 45 километров сетей, что составляет 2% от их общей протяженности в городе. Однако лимит средств производственных программ «Новогор» сегодня не позволяет снизить процент износа сетей. В минувшем году объем перекладки составил 26,5 километров на сумму более 400 миллионов рублей. Напомним, начиная с прошедших выходных в Перми произошло три коммунальные аварии. 10 февраля без воды в микровине Нагорной осталось порядка 9 тысяч человек, 13-го произошло отключение холодного водоснабжения в Мотоверихе, в зону попали 13 домов с населением около 3 тысяч человек. Но и сегодня в Нагорном вновь произошла крупная авария, отключили холодную воду в 20 домах с населением 4,5 тысячи человек. Официальный курс доллара снизился на 18 копеек. Российскую валюту поддерживает в проблежении налогового периода и аукционного ФЗ. Минфин разместил в бумаге почти на 45 миллиардов рублей, но и аналитики отмечают, что на них сохраняется стабильно высокий спрос. Кроме того, традиционный фактор – цены на нефть, они стабильны. Однако сегодня вечером Минэнерго США может отчитаться о растущих запасах в Штатах. Кроме того, растет и добыча, а Америка может к концу года обогнать. Поэтому показатели в Саудовской Аравии и Россию, говорят эксперты, эти факторы могут начать давить на нефть и, конечно же, на рубль. Пермстат зафиксировал рост долгов по зарплате в регионе. За месяц общая сумма задолженности выросла почти на четверть. По данным на 1 февраля, общая сумма достигла 9 миллионов 600 тысяч рублей. Больше всего своим работникам должны организации обрабатывающих производств две трети суммы. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составила почти 12 тысяч рублей. Просрочка сложилась у компаний «Пяти территорий», больше всего в Кунгуре и Соликамском районе. На этом все. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова